всем привет сегодня ролик про то как объединить две квартиры и сделать удобную функциональную красивую планировку итак начинаем прежде чем мы начнем друзья прошу вас подписаться на мой канал а также приглашаю в мой телеграм-канал который называется интерьерные встречи там я рассказываю о дизайне про дизайн приглашаю различных гостей и каждую среду мы проводим прямые эфиру так что если вас вопрос дизайна интересуют то вам это будет очень интересно а главное полезно поэтому ссылочка в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал интерьерные встречи друзья если вы ищете большую квартиру для большой семьи то возможно этот вариант вам будет интересен объясняю чем найти на рынке екатеринбурга большую квартиру с огромным количеством комнат практически нереально потому что застройщики не очень любят строить большие квартиры так как они хуже всего продается хотя для меня это звучит парадоксально потому что больших семьей много ко мне часто обращаются и люди на самом деле ищут и не могут найти эти самые большие удобные квартиры поэтому это прям целое такое конкурентное преимущество как мне кажется ну хотя куда мне я же не застройщик не маркетолог от застройщика я всего лишь дизайнер который придумывает планировки делает классные вот из того что наделал застройщик так вот сегодня речь о том что вместо того чтобы купить большую квартиру можно рассмотреть вариант покупки двух квартир и их объединить в одну и большую удобную соответственно и вот какой поступил запрос уважаемый иван вот мы купили две квартиры они рядом вот пожалуйста да самое главное когда покупаете две квартиры следите чтобы они были рядом иначе через соседскую квартиру не получится сделать объединение так вот как их объединить но с той точки зрения чтобы планировка получилась удобная в чем сложность но во первых нужно найти место вот между этих двух квартир есть стена как вы понимаете вот она да то есть вот идет стена и вот где-то здесь нам нужно сделать проход из одной квартиры в другую но как вы понимаете потому что изначально две разные квартиры не предполагают входа одну из другой из другой в одну в общем короче говоря нету проема как вы догадываетесь и вот его нужно найти а так как в больших многоэтажных домах очень много несущих железобетонных стен это неизбежность строится каркас и это и есть железобетонные стены их мы трогать не можем это накладывает на нас серьезное ограничение так вот нужно посмотреть а если вообще такая физическая возможность для этого мы берем план определяем как две квартиры находятся в пространстве друг другу вот они здесь нарисованы одна квартира вторая квартира и между ними как я уже сказал есть совсем небольшой участок общей стены где мы должны найти проход черными квадратиками обозначены места которые трогать мы не можем где-то это несущая железобетонная стена где-то это шахта коммуникации которую мы тоже трогать не можем соответственно остается для нас всего лишь два места вот здесь вы их видите прекрасно вот первое вот второе одно сразу же отпадает потому что пришлось бы тогда делать проем из одной комнаты в другую таким образом мы получаем как бы две смежные комнаты а это ни к чему все-таки должны быть изолированные комнаты вот поэтому этот вариант здесь сразу же не проходит остается один единственный вариант чтобы объединить две квартиры это вход через прихожую вот посмотрите здесь вход в квартиру из подъезда и мы попадаем вот как раз в ту зону в которой предполагается сделать проем о чем это нам говорит это говорит нам о правиле номер два где мы должны выбрать правильно вход в квартиру ну то есть у нас же два входа в квартиру сейчас получается и надо вот выбирать так вот если мы выбираем вот этот вот вход то получается что перемещаясь внутри квартиры мы все время будем ходить через прихожую зону а это как вы понимаете не очень хорошо но грязь то никто не хочет растаскивать соответственно остается вот эта вот история когда вход вот вот в эту в крайнюю квартиру мы выбираем и соответственно дальше уже будем развивать планировку вот с этим тоже определились как квартиры друг друга соотносятся определились где будет проем между ними определились сейчас нужно думать над планировкой чтобы думать над планировкой нужно понимать какая семья будет проживать в этой самой квартире и так семья мама папа и трое детей это три пацана но в данном случае не очень важно пол просто это три человека для которого необходимо отдельная комната и собственно для этого и покупалось две квартиры чтобы комнат хватило на каждого вот давайте смотреть если смотреть по помещениям то получается одна квартира двухкомнатная соответственно мы можем ее рассматривать как три комнаты для каждого ребенка например следующая квартира у нас получается тоже двухкомнатная и плюс зал кухня-зал соответственно одна комната у нас уйдет родителям как спальня и вторая комната уйдет родителям же как кабинет работают из дома соответственно нужно отдельное помещение для того чтобы работать и никто при этом бы не мешал ну и остается большое пространство то есть большая комната кухня-гостиная для большой семьи для встречи гостей там где было бы комфортно проводить время когда все вместе собираются в общем вот такой расклад и так определили квартиры определили где между ними вход между этими двумя квартирами и дальше уже начинается сама планировка в этом варианте как вы видите я все почистил убрал лишние размеры от застройщика и стало видно какие комнаты предстают нашему вниманию что стоит сказать еще на что обратить внимание когда мы объединяем две квартиры соответственно у нас получается две кухни как вы понимаете то есть сразу же два стояка у нас получается четыре или три ванных комнаты соответственно можно выбирать какую скажем не использовать как ванну опустить ее под постирочную например то есть в какой-то степени это даже плюс потому что дает нам больше возможности пофантазировать и больше возможности для реализации намеченных планов да ну то есть не хочешь там ванну сделай здесь ванна то есть стояков то достаточно но и мест вот так называемых мокрых зон их в квартире получается достаточно и вот здесь вот сейчас видно что может получиться из этих двух квартир вот этот вариант где я уже расставил планировки пока без мебели и сразу хотелось бы сказать о об одном минусе который здесь присутствует и об одной сложности начну со сложности сложность заключается в том что в моем варианте я предлагаю передвинуть дверной проем раньше он был вот здесь а я предлагаю его переместить вот здесь сложность заключается в том что это все нужно согласовывать застройщиком но вполне вероятно что он на это пойдет потому что готов вносить изменения в проект еще на стадии строительства и соответственно возможно и в подъезде так как это не несущая стена возможно он и пойдет на то чтобы передвинуть проем но если не пойдет то оставим его в старом месте просто у нас перекомпонуется гардероб будет выглядеть по-другому вот и все но вот в этом варианте прям все сложилось очень хорошо получилось большая гардеробная при входе но для этого нужно смещать дверной проем прямо в подъезде да то есть вот вход в квартиру мы смещаем пойдет на это застройщик или нет это уже другой вопрос но вот надо сейчас его решать если он не решится как я уже сказал но возвращаемся к старому входу и немножко перекомпоновываем входную группу минус заключается в том что хозяин просил оставить ему кабинет с балконом потому что он курит и соответственно ну необходимо так сказать не бегать сигаретами по квартире а тут же вышел на балкон покурил это удобно так вот минус заключается в том что в моей планировке не получается сделать этот самый балкон ну точнее получается но тогда кабинет слишком маленький и нарушается логика расположение группы детских комнат ну то есть получается что детскую придется куда-то в сторону относить а здесь вот в моем варианте все детские сконцентрированы в одном месте то есть вот мы зашли вот здесь есть три комнаты они одинаковые и по размеру одинаковые по конфигурации практически одинаковые поэтому никому обидно не будет все в одинаковых условиях и все в одном месте дальше идет зона мастер спальни она получилась за счет того что присоединилась гардеробная из нее же мы входим в спальню родителей и тут же еще и в свою собственную ванной родители заходят и плюс она увеличилась в размере то есть я ее сделал больше это прям кайф вот остается у нас большая кухня гостиная соответственно где можно большой стол поставить кухонный гарнитур разместить диван телевизор вот и из нее же вход в кабинет я считаю это более логичным когда вход в кабинет из гостиной потому что при необходимости мы можем на кухню гостиную объединять с кабинетом и как бы находиться в одном общем пространстве вот но нет кабинета это минус давайте сейчас покажу как расположилась мебель и уже глядя на это буду рассказывать почему и как и что вообще получилось ну а вы пока ставьте лайки там пишите в комментариях пока ничего не забыли вот движемся дальше смотрим на расположение мебели это очень важно когда делаете планировку располагать мебель потому что вся мебель в реальных размерах она располагается так чтобы оставить расстояние между ней проемы все в реальных размерах и это позволяет понять все ли у вас влазит в квартиру удобно ли это будет и вообще вот как вы планировали получается или нет если не получается то нужно срочно бежать к специалисту и просить его сделать для вас планировку потому что это вообще первое с чего начинается дизайн-проект а вот уже после планировки можно и дизайн-проектом заняться ну собственно мы так и поступаем своей студии и так передвинув вход в квартиру естественно исчезает ванная комната которая здесь была ранее но ничего страшного если это сейчас станет прихожая то есть получается что мы заходим в прихожую раньше там была ванна но ничего то есть получается что трубы мы заглушим зашьем канализацию и даже никто не догадается что здесь когда-то была ванная комната короче говоря это нужно для того чтобы получить достаточно просторную прихожую из которой мы тут же попадаем в гардеробную вот это вот большущая гардеробная со шкафом практически 4 метра в длину где можно вот прям на плечиках развесить вещи а семья из пяти человек это прямо много одежды напротив этого длинного шкафа шкаф по поменьше это не глубокий шкаф под обувь под вещи складные ну там например перчатки это могут быть шапки могут быть шарфы там не знаю что угодно там можно и кофты какие-то сложить сумки расставить это вот вот этот вот узкий шкаф получается что рядом с прихожей большой удобный гардероб вот не те вот эти вот мелкие вот эти кладовочки которые вот знаете застройщик рисует смотрите у нас гардеробная господи какая-то гардеробная туда холодильник то еле влезет вот гардеробная где шкаф 4 метра вот это более-менее гардеробная вот идем дальше здесь в прихожей за счет того что появилась гардеробная мы можем поставить красивый комод он же функциональный может быть то есть но во первых сверху удобно что-то положить ключи например внутри комода можно сложить перчатки варежки шапки там я не знаю или поводок для собачки рядом стоит зеркало тут же стоит в прихожей пуфик и это все просторно друзья просторно не надо ждать своей очереди одеться там где-то за пределами квартиры но когда все пришли знаете маленькая прихожая негде развернуться вот кто-то стоит и ждет пока там другие разденутся вот здесь этого не надо все просторно все классно дальше из прихожей у нас получается достаточно длинный коридор это неизбежно в больших квартирах коридора хотя я всегда конечно пытаюсь их избежать но конечно не получается когда много комнат так вот из этого коридора мы попадаем в первую очередь в три детские комнаты 1 2 3 у каждого своя детская комната и это просто замечательно ну конечно пришлось одну комнату сделать в том месте где раньше была кухня гостиная старой квартире вот она вот это вот кухня гостиная предполагалось и сейчас здесь будет часть детской вот так вот часть детской для этого пришлось убрать стенку с балконом короче балкон убираем но он изначально теплый поэтому проблем никаких нет единственная сложность с согласованием то есть это не согласует то есть на плане для согласования нужно будет показывать что здесь эта перегородочка стоит вот такая особенность но в целом все комната получилось есть две других теперь у каждого все свое пространство замечательно и у детей остается небольшая ванная комната но вполне комфортно и для того чтобы так сказать все свои гигиенические потребности закрывать также этот санузел это же ванны является гостевым санузлом то есть когда у нас гости куда они ходят они ходят сюда же вот в эту ванну она же детская если мы проследуем по коридору то мы попадаем с вами дальше в мастер спальню которая начинается с гардеробной и я считаю это очень правильно потому что первое что мы делаем заходя в спальню мы снимаем одежду в которой были на работе вот мы пришли и разделись вот пожалуйста вот вам гардероб вот мы разделись и дальше проследовали куда в душевую правильно в душевую уже там умылись помылись и оттуда вышли обратно через этот же гардероб уже можем одеть халат выходим и попадаем в общее пространство это очень удобно спальня получилось большой такой большой что здесь можно и кому от поставить и телевизор повесить хотя я против телевизора в спальне зачем телевизор в спальне надо другими делами заниматься и не отвлекаться ни на что друзья что это же спальня а еще и кресло я поставил друзья вот два кресла можно одно можно два пожалуйста то есть здесь можно и почитать и чем-то позаниматься и просто помечтать и просто в окно посмотреть и ну в общем все что угодно можно покрывала с кровати туда закинуть чтобы не на пол можно носки грязные бросать когда раздеваетесь но но ни к чему ни к чему жены ругаются так что мужчины держим себя в руках не разбрасываем вещи вот идем дальше и да а дальше у нас ванна 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 получилось прям огромное такое что здесь еще осталось место для макияжного столика стульчика отдельно стоящие ванны в которую или не отдельно стоячие это уж как по дизайну решим здесь же можно и душ добавить можно вместо макияжного столика поставить душевую здесь например кабину или не кабину просто стекло за которой будет душевая короче вариантов использования этого пространства масса здесь уже более детальный разговор более глубокое погружение дизайнеров тему да и так сказать вот после этого уже более детальное расположение сантехники и выбора этой сантехники потому что здесь прям вот место для маневра очень много а еще в эту комнату можно сделать стеклянную дверь и тогда сюда будет попадать солнечный свет и это прям здорово ну то есть утро можно ходить умываться там и не включая основное освещение это кайф мне кажется прям здорово ну вот это получается мастер спальня это очень важно когда у вас есть дети чтобы у вас была мастер спальня за дверью закрылись друзья не делайте чё хотите после этого чё хотите спокойно идите в душ спокойно одевайте халаты и уже можно выйти так сказать но вы меня поняли да те кто родители что у нас остается у нас остается общее пространство в котором в котором обратите внимание есть столовая группа есть мягкая зона и есть конечно же кухня и обязательно с острова зачем остров вообще важен но во первых готовить удобнее вы стоите вот здесь и готовя за этим островом смотрите вот туда где гости сидят в зал одновременный телик можете смотреть общаться можете с гостями или с домочадцами и это здорово то есть обыкновенная кухня такого вам не позволяет на обыкновенной кухне которая вдоль стены вы все время стоите лицом в стену это как бы не айс и даже плитка так красивая которую вы на фартук наклеите не слишком долго вас будет радовать потому что радость и удовольствие общения никакая плитка на фартуке не заменит ну и еще один есть безусловный плюс в острове это когда мы можем семьей собраться вокруг него и вместе что-то готовить это же семейный team building поняли нет то есть это круто очень когда вы детей вовлекаете в процесс вот остров остров вам это позволяет сделать итак это кухонная зона и здесь она расположилась вот таким образом еще и место у нас осталось до панорамного остекления а это прям клёво потому что это много света то есть на кухне будет много света это клёво потому что прикольный вид это клёво потому что у вас пространство как бы увеличивается само собой и комната делается больше в общем панорамное остекление здесь за счет того что когда-то был балкон который я тоже благополучно снес и это тоже незаконно кстати говоря вот но зато как получилось так кайфово но если хочется балкон оставить но пожалуйста балкон останется вот так все останется на своих местах просто станет немножечко потеснее зато муж сможет ходить курить с друзьями на балкон ну или один вот так что выбирайте друзья выбирайте либо пространство простор воздух либо покурить вот ну в общем кому что здесь очень интересное решение со столовой группой обратите внимание я делаю вот в такой как бы уголочек я вот сейчас вот вы наверное подумали знаете что уфу это же стрёмно уголочки вот эти мы помним на кухнях стояли вот эти гадкие какие-нибудь там красные но вообще вот эти стрёмные штуки что ты рисуешь иван зачем ты нам это предлагаешь а вот я друзья покажу вам примеры вот пожалуйста вот пример классного кухонного уголка зачем это делается для экономии пространства стол сдвигается ближе к стенам высвобождая вот это пространство для ходьбы то есть сидя за столом мы даем возможность спокойно людям передвигаться а мы помним в семье трое пацанов а это значит постоянная движуха они бегают перемещаются если здесь на проходе оставить стол со стульями то они все время будут сносить гостей там маму с папой так далее да и сами запинаться это не к чему поэтому сдвигаем его туда ближе это позволяет нам сделать вот такой вот стильный дизайнерский уголочек на кухне вот напротив этого уголка обратите внимание стена с такими шипами выступами это на самом деле не глубокий стеллаж но где-то там 15 сантиметров глубиной такие стоечки устанавливаются ну типа знаете такие а-ля рейки все любят рейки такие вот часто делают палки такие а я поставил их не часто вот так редко вот так редко и в такие большие вот такие 15 сантиметров вот такие палки вот несколько палок а между ними полочки можно сделать стеклянные можно сделать из камня красиво можно делать из металла из дерева из чего угодно а на них поставить коллекционные предметы что это за предметы но дело в том что когда эта семья обращалась ко мне за консультация они очень просили найти место для коллекции камней и минералов ну потому что если они не стоят красиво то это просто груда камней понимаете а когда они красиво расставлены в пространство и по дизайнерски оформлены и для них место найдено то это смотрится совсем иначе совсем по-другому вот я кстати вот вам тоже пример показываю как к этому вопросу подходят дизайнеры и вот например камни приклеили к стене тоже подход я считаю но здесь на полочку чтобы можно было коллекцию обновлять менять местами какую-то из этого композицию строить но и так далее ну и дам вам такой лайфхак друзья если у вас есть коллекция чего-нибудь то мы из этого делаем так называемый алтарь знаете вот-вот алтарь но и подойдите к этому вопросу как к оформлению алтарю не в прямом смысле что вот мы место для молель не делаем нет это называется такое то архи это архи типичное место архи типичное место это место алтаря которому мы вот один из таких мест это алтарь которому мы вот но как бы поклоняемся как бы мы выставляем это на показ как бы мы из этого делаем главное да то есть что это может быть это может быть коллекция медалей это может быть кубки какие-то это может быть магнитики вашего той знаете вот кто вот привозит магнитики и на холодильник лепите знаете вы сотворили на кухне алтарь понимаете алтарь и то есть это алтарь ваших путешествий понимаете но кто мешает вам оформить это по-дизайнерски ну только не лепите на холодильник я вас умоляю вот так вот короче говоря это место под коллекцию минералов по моему удачно получилось здесь же вход в кабинет из общего пространства мы можем выйти в кабинет в кабинете есть диван на котором можно поспать подремать там ну или что там книжку почитать стеллаж во всю стену ну и конечно рабочий стол с компьютером с креслом все как полагается комната большая в ней можно закрыться никто мешать не будет ну а если мы думаем что нам никто мешать не будет а мы хотим как бы вместе находиться с семьей например ну то есть жена готовить муж работает а мы еще и общаемся то можно вот это все раскрыть раздвинуть и пространство увеличивается и все как бы вместе вот такая штука получается друзья но что мне нравится в общем пространстве больше всего так это то что у нас вот этот бывший балкон превращается в такую в зону променада ну условную конечно но тем не менее такой зона променада где можно прогуляться можно постоять поглазеть в окно можно полежать то можно там коврик раскатать и вдоль окна делать йогу вот эти все вот движения там тут растяжки все так ну это же кайф друзья вы делаете йогу а под ногами у вас город расстилается людишки ходят машинки ездят листва шевелится на деревьях в общем красотища то есть и это все благодаря тому что я грамотно расставил мебель посмотрите как красиво все по осям при этом как обычно все как мы любим все по уральскому фэншую вот так вот мебель расставилась это все в будущем создаст красивую композицию главное обратиться за дизайном к правильным людям вот и все будет классно и последняя очень важная зона это зона постирочной здесь она образовалась вот из этого естественного закутка вот видите здесь был естественный такой закуток это раньше предполагалось гардеробная видимо ну помните я вам говорил что застройщики делают не гардеробные а какие-то кладовки вот такие тыкусенькие вот такая кладовочка и гордо говорят вот вам гардеробная какая-то гардеробная боже мой ты кладовка так вот вот это вот кладовка в прошлом теперь стала прекрасной постирочной в которую мы попадаем вот через эту дверь она скрытая может быть то есть даже никто и не догадается что там что-то такое происходит по постирочная но на самом деле это постирочно это рядом с кухней то есть хозяйки будет удобно раз забежал белье забросил порошки засыпал включил все постиралась тут же есть стеллажи в которых можно сразу же хранить постельное белье вот но единственное что в этом помещении гладить будет неудобно потому что она слишком маленькая придется вытаскивать сюда и гладить слушайте но зачем сюда когда можно к окну вытащите представляете вы гладите и смотрите в окно это самое лучшее в мире получается зона поглажки белья где вы еще такой найдете да нигде а здесь вуаля вот она пожалуйста и все это иван безруков легким движением руки ну все друзья на этом пожалуй все пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу купили бы вы две квартиры соединили бы их если бы да то как соединили с какими целями а я вам еще скажу что это не единственный вариант который мы объединяли две квартиры был у нас случай когда мы две квартиры объединяли да не объединяли решили родители в одну поселить а детей в другую вот такой у нас был интересный опыт да и входы у них были разные но из одного подъезда прям рядышком вот такие дела короче ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик но и напоминаю telegram интерьерные встречи каждую среду там в формате общения всех зову все подписывайтесь все пока да прибудет с вами муза потому что радость и удовольствие общения никакая плитка на фартуке не заменит тададададам вот ну еще один ну и внизу тебя и и па-па-па-па-па-па-папа-папа…